В Челебинске прошел региональный чемпионат Обилимпикс президентской платформы «Россия – страна возможностей». В соревнованиях приняли участие 365 конкурсантов с ограниченными возможностями здоровья из 72 учебных заведений региона. Итоги региональных состязаний для участников с Южного Урала подвели организаторы. Экспертами чемпионата выступили работодатели и педагоги образовательных организаций. Победителями стали 65 человек, в том числе специалисты предприятий. Как прошел чемпионат? Подробнее об этом ближайшие 15 минут. В этом году этот чемпионат уже восьмой в нашем регионе. Мы в этом движении участвуем с 2015 года. Тогда была одна компетенция, сейчас их уже 46 компетенций. По количеству участников в 2015 году собрали 10 участников на базе Челябинского госуниверситета, а сейчас у нас количество участников выросло в 38 раз, то есть примерно их около 400 человек. 10 площадок у нас, 3 площадки в муниципалитетах – это в Магнитогорске, в Миасе и в Златоусте. Остальные площадки находятся в городе Челябинске. У нас участники могут быть в трех категориях принимать участие. Это школьники, это студенты и специалисты. Школьники от 14 лет, студенты могут быть как СПО, так и высших учебных заведений, но специалисты – это те, кто уже получил образование и нуждается в работе или ищет ее. Движение Билимпикс основано в 1970 году в Японии. Соревнования долгое время проводились только в этой стране. Организаторы чемпионата смогли показать людям с инвалидностью, что преграды, которые возводят для них ограничения по здоровью, вполне преодолимы и они могут стать успешными и реализовать себя как профессионалы. Сейчас в чемпионатах участвуют люди с самыми разными видами инвалидности, а движение Билимпикс охватывает почти четыре десятка стран. Россия присоединилась к движению в 2014 году. Именно тогда в Москве состоялся первый чемпионат. Челябинская область дебютировала в национальном чемпионате в 2015 году. С тех пор количество компетенции только растет. Конкурс востребован, потому что иначе бы он такими темпами не развивался. 46 компетенций – это очень хороший показатель и участников очень большое количество. По сравнению с другими, например, областями, где проходят 12-15 компетенций, мы на очень хорошем счету. Это возможность участникам социализироваться, заявить о себе, что они лучшие в своей профессии, ну а работодателям заметить их и помочь в жизненном становлении. Смысл нашей компетенции состоит в том, чтобы ребята должны изготовить вафельную корзинку с шариком мороженого, подать ее красиво, эстетично и при этом используя авторскую манеру. Компетенция у нас новая, ее не было дали на региональном чемпионате, мы вводим ее впервые. И эта компетенция направлена на то, чтобы ребята творчески развивались, показывали себя и свои умения. Мы готовились к чемпионату около двух месяцев и, в принципе, результат сегодня мы увидим. Я сейчас буду в корзинку мороженое класть. У меня сейчас последний этап, я выкладываю мороженое, занимаюсь украшением. У меня мороженое с морковью и черным перцем. Для того, чтобы выглядело красиво, я хочу посыпать шоколадной кулашкой. Здесь на витрине у нас представлен некий эталон, это работы педагогов и примерно так должно получаться у участников. Они делают базу и добавляют свой вкус, добавляют свое авторское мастерство, авторскую подачу и уже подают нам, мы оцениваем. Основные критерии – это эстетичность, также авторская подача. Мы нацеливаем ребят на то, чтобы это была не шаблонная подача, которую мы можем увидеть в любом месте, как бы в любом заведении и так далее, и в магазинах. Это то, как они себя выразят в этом. То есть мы смотрим на блюда и можем понять, что ребенок хотел, может быть, этим сказать, как он чувствует консистенции продукты и вообще, как он себя ощущает. Многие заинтересовались уже в процессе занятий и многие говорят, я хочу стать поваром, я думаю пойти, я сейчас выбираю. И вот эта компетенция им помогает в этом выборе, так скажем. В этом году мы ввели мороженое, но у нас в планах еще две компетенции – это ресторанное дело и пиццевое. Я не могу кого-то из ребят выделить, я считаю, что они уже лучше. И я думаю, что каждый себя сегодня покажет. Я режу морковку для украшения, потому что у меня было задание сделать морковное мороженое, и его нужно еще как-то украсить. Ну и я подумал, можно, наверное, порезать морковку и использовать его как украшение. Я приготовил вафли и планирую в свободные места запихать вот эти морковки, чтобы это выглядело как корона. Ну, у меня брат ходил сюда на сети фермерства и продолжает ходить. Ну, а потом мне тоже предложили на мороженечко. Я сначала не согласился, типа и так много дел, а потом подумал, почему бы и нет. Тем более я в будущем планирую стать поваром или кондитером. Первый раз участвую в этой компетенции, очень рада, что я участвую. Нашла себе новых друзей. Скажу со 100, соперничества у меня здесь нет. Очень рада, что я познакомилась с этими людьми. Кого-то знаю уже несколько лет. Так что очень рада. Спасибо педагогам большое. Мне нравится готовить, кушать. Также мне нравится создавать новые блюда, украшать их и так далее. Это же фантазия развивается и так далее. Вы знаете, так как эта компетенция у нас впервые проходит, да, но тем не менее мы, естественно, как люди, которые задействованы и работаем с детьми, мы всегда просматриваем, какова перспектива работы с этими детьми. Какие профессии, какие специальности востребованы на рынке труда. На сегодняшний день очень развиваются рестораны и сервисы. И, конечно, в наши планы входит так, как наше образовательное учреждение всегда идет в ногу со временем, да, и старается использовать самые современные и профессии, естественно, компетенции, которые являются у нас очень востребованы на рынке труда. То, конечно, вот эта компетенция вот в плане мороженого, это только составляющая одна. У нас есть много компетенций, и бариста, и вот, как уже сказали, приготовление мороженого и вафель. Поэтому наша задача, чтобы ребята, а особенно ребята, которые имеют какие-то ограничения по состоянию здоровья, да, могли бы и в дальнейшем быть востребованы, да, в своей профессии, в своей жизни. То есть дать им те возможности, может быть, кто-то из них будет в дальнейшем заниматься предпринимательством, создавать какое-то собственное, делать, открывать какие-то мини-пекарни, мини-кондитерские. То есть работать над перспективой, потому что свою задачу именно на нашем образовательном учреждении мы как раз увидим в том, чтобы ребенок работал над перспективой, чтобы он шел впереди и понимал, что несмотря на, скажем, какие-то проблемы в здоровье, тем не менее я всегда найду себе место. Конкурс дает возможность лицам с инвалидностью включиться в реальный сектор экономики. Для этого при поддержке властей организаторы ежегодно включают в региональный чемпионат новые компетенции, востребованные на региональном рынке труда. Ребята всячески стараются показать свое мастерство и заинтересованность. Именно Челябинск стал первым городом, в котором была реализована абсолютно новая компетенция – интернет вещей. Интернет вещей вообще в целом про… ну, существует интернет людей, в котором мы обмениваемся какой-то информацией, там, смотрим видео, отправляем друг к другу сообщения. Вот интернет вещей – это аналогично только как бы для умных устройств. И непосредственно вот сейчас на чемпионате ребята должны осуществить программирование и создание веб-интерфейса для умной теплицы. То есть это очень перекликается с сети-фермерством, у нас есть такая тоже компетенция. Но задача ребят, собственно, запрограммировать все датчики, все устройства, которые находятся в теплице, вот, и сделать так, чтобы они были подключены к облачной платформе интернета вещей, и чтобы выводились какие-то данные, чтобы можно было с этого интерфейса управлять этой теплицей. Ну, то есть по факту этот же интерфейс можно портировать на телефон, вот. Ну, и человек может управлять вот этим устройством, умным домом, умным теплицей, умным производством с каких-то мобильных устройств, или вот с компьютера, как мы сейчас делаем. Конечно, в наших же интересах сделать так, чтобы, может быть, лучше или хуже, но у всех заработало, вот. Поэтому там иногда даем подсказки, но в целом ребята знают, как справиться со всеми ошибками, вот. И поэтому пытаются сделать сами. Сначала для меня это было хобби, потом я думал, что если мне повезет, то я смогу поступить и буду, возможно, программистом. Надо создать приложение и через него удаленно управлять теплицей. Включение там разного света, разного оттенка там, включением насоса, чтобы насос гонял воду по теплице, вентилятор, если будет слишком жарко, влажность температуры, почвы. Ну, например, вы уехали холиками далеко, а у вас дома осталась теплица. И вы можете так управлять, и у вас ничего не пропадет. Подключаюсь в этот дом. Интересно. Так. Пока все проверять, все это устройство, все в порядке. Уже все в порядке. И написано онлайн. Уже все отлично. Сверху, яркое очищение, здесь 55, белый свет, включай, вот. И желтый свет, вот, показываю, фиолетовый свет, вот. Выгодистый фиолетовый, вот, так. Управление носом, вот. Управление вентилятором, вот, показываю. Все, все готовы? Пообедали, отдохнули, расслабились, да? Теперь пора заново начинать разрабатывать. Как только я запущу таймер, все, вы приступаете к работе. Так что все готовы, да? Угу. Все, можно приступать. Задача сделать два приложения. Первое приложение – это дополненная реальность. То есть, в конечном итоге они должны перенести свое приложение на планшет. Через планшет открывается камера. И мы видим все, что у нас здесь происходит. Но если камера заметила какое-то специальное изображение, как маркер, то на нем отображается уже специальный виртуальный какой-то объект, с которым они могут взаимодействовать. И вторая часть задания – это виртуальная реальность. Они разрабатывают свой собственный такой маленький мир, кабинетик. И уже в конце запускают это все в специальных шлемах виртуальной реальности и могут смотреть по всем сторонам, взаимодействовать с объектами вот с помощью контроллеров и шлема. Здесь мы прям проходим основы, даем начальные знания детям как раз-таки при работе в программе, которая используется вот на Обилимпиксе. И с самого нуля они приходят, вообще могут не иметь представления о программировании или 3D-моделировании. И с самого нуля, с самого начала они вот как раз-таки этому обучаются здесь. Мне предложили в школе поучаствовать. Я решил, и мне понравился второй год уже здесь. Мне нравится заниматься здесь компьютерами. Много у кого-то, типа, своя деятельность, прикольно. То есть послушать их, что они там делают. Им интересно тоже, что и мы делаем. Мне тоже приятно слушать, что они слушают от меня. И мне приятно, типа, что они там делают. То есть, типа, даже помогаем друг другу. То есть, если он что-то там не знает, я вам подсказал. А если я что-то не знаю, он мне подсказал. Я пришел сюда поучаствовать в этом конкурсе. Ну, попробовать себя в этом. Потому что мне показалось это очень интересным. Классный руководитель предложил поучаствовать. Ну, походить, позаниматься. Потом, ну, чемпионат вот этот. Ну, и я решил попробовать. Сначала ходил с другом, но друг не захотел ходить. Я один в итоге. Познакомился с хорошими людьми, с которыми я сейчас занимаюсь, участвую в этом чемпионате. Нужно создать модель, анимацию, текстуры. Потом все это сделать главное меню и на планшет как бы скачать. И на виртуальную реальность в очки. Для участников движения «Билимпикс» важно держать себя в хорошей соревновательной форме, отслеживать успехи конкурентов, принимать участие в дискуссиях и осваивать новый опыт. Все это было представлено на площадках деловой программы чемпионата, в рамках которой также состоялись семинары для психологов, круглые столы и мастер-классы.